И снова здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях Айсурат Шаманова, генеральный продюсер кинокомпании Ника. Айсурат, доброго утра. Доброе утро. Айсурат, ну вот у нас к вам целый ряд вопросов, на самом деле, ну вот в начале нашего диалога. Давайте расскажем нашим телезрителям о том, кто вы. С радостью. Спасибо вам большое, конечно, что вы меня пригласили. Вам спасибо. Я хотела бы рассказать немножечко о себе. Я уроженка Карачаева-Черкесской республики, Карачаевка, но я всю жизнь живу в Москве. Так получилось, что меня родители еще в детском возрасте перевезли. И вот уже лет 12 я вообще не приезжала в родной край, не посещала его. Хотя до этого там постоянно в детстве, в подростковом возрасте на каникулах бабушки с дедушкой приезжала. Но вот за последние 12 лет мне не удавалось этого сделать. И, наконец-то, вот по приглашению как раз Министерства культуры местного здесь у нас проходил Всероссийский молодежный кинофорум, в котором я принимала непосредственное участие в качестве эксперта. Я выбирала победителей, ну то есть я была в составе жюри, выбирала победителей как раз. Мы награждали, вот буквально у нас церемония закрытия прошла позавчера вечером. И, наконец-то, вот по приглашению мне удалось посетить снова родные края. Я занимаюсь кинопроизводством. Я продюсер, работаю в Москве, у меня своя кинокомпания Ника, как вы уже сказали, я генеральный продюсер. И я довольно долгое время уже занимаюсь кинопроизводством. Буквально там, мне было 16 лет, а я уже работала в кино. И все то, чего я добилась, это все как бы мои заслуги. У меня не было никаких там родственников, знакомых в кино. То есть как простая девочка из аула стала генеральным продюсером кинокомпании. Да, вопрос? То есть это же невозможно. Да, это основной вопрос, на который мы постараемся сегодня ответить. Да, мы постараемся. Нет, вы знаете, вот я хочу сказать всем, у кого есть жгучее желание вообще как-то не обязательно в кинопроизводстве себя как-то найти, стать какой-то звездой в этой области. Нет. Есть люди, у которых есть жгучее желание стать очень успешным. Но есть какие-то стереотипы. То есть если я живу, допустим, не в Москве, не в каком-то большом городе-мегаполисе, у меня нет никаких шансов. Многие так думают. Ну, то есть я родился, допустим, в Карачаевске, и что как бы, да, ну куда я там, какое там кино или еще что-то. Ничего подобного. Это все возможно. Это говорит девочка, которая делась в ауле, и сейчас как бы вот я снимаю большое кино, которое, ну, будет в прокате не только в России, но как бы и вообще по многим другим странам. Все возможно было бы желание. И совсем не обязательно иметь какие-то большие там связи. И вообще, ну, как бы, не обязательно иметь какие-то деньги баснословные. Нет. Все это совершенно. У меня первая работа была в кино. И вообще, как бы, я не умалчиваю об этом. Я, на самом деле, даже горжусь тем моментом, что в 16 лет я попала в кино и работала буфетчицей на съемочной площадке. То есть это как бы, ну, самое низшее звено. Ты там актером делаешь чай, да, к примеру. Вот. И я сама всего этого добилась. То есть я шла там ступень за ступенью, да, и дошла вот до того, что в 30 лет я уже основала свою кинокомпанию. По сути, это большая редкость вообще не только там для какого-то маленького региона, да, что в выходе из как бы региона так, ну, как бы так развивается стремительно. А вообще даже в Москве и в кинопроизводстве это большая редкость. Ну, то есть я не знаю ни одного человека, который в 30 лет уже основал свою кинокомпанию. Даже имея связи и будучи там мужчиной, да, опять-таки гендерное неравенство, оно все равно присутствует везде. Вот. И у всех есть шанс добиться любых высот. Было бы желание только. А так все это абсолютно возможно. Аж дух перехватывает, на самом деле. Но вот сейчас хотелось бы непосредственно поговорить о вашем пути. Да. Поговорить о том, как вот пройти из точки А, где ты родился в маленьком ауле, и в принципе тебе пока ничего не светит, до точки Б, когда ты там успешный человек, преуспевающий в своей сфере. Ну вот вы сказали, что в 16 лет вы уже работали в сфере кинопроизводства, причем работали на низшей должности. Как вас туда вообще занесло? Это все чистая случайность. Я не хотела идти в кино, потому что, ну, не то чтобы не хотела, у меня не было возможности. То есть я и поэтому не задумывалась ни о каком кино. Я там думала, что получу какое-то там образование, там, я не знаю, на кого-то поступлю, не понимала на кого, не понимала, кем я хочу стать. И совершенно случайно меня пригласили на съемочную площадку телепередачи в качестве участника массовки. Ну, то есть, когда мои одноклассницы пошли, и я такая, ой, я тоже пойду за это деньги платить. Я думаю, как раз еще и зарабатывать уже начну. Ну, чудесно. Ну, и так получилось, что я там, меня кто-то там заметил, пригласил уже там на какой-то малюсенький эпизод, маленькая очень роль в каком-то сериале была, даже не помню название этого сериала. И, собственно, с того у меня все и началось. Сначала меня приглашали на какие-то очень маленькие роли в сериалы, в какие-то фильмы. А потом мне уже задали вопрос, а ты хочешь сниматься, ты хочешь на актерский поступать или что? Или ты хочешь в кино устроиться, работать на какую-то должность? Я сказала, что мне очень интересно. Нет, сниматься мне не интересно, вот это вот все, знаете. Хотя было это уже очень популярно, как бы актеры и так далее. Нет, я понимала, что это не мое. А в кино работать, да, мне это показалось очень интересным. И мне повезло, это чистая случайность, опять-таки, да, что я пришла на свой первый проект, на котором я работала. И мне посчастливилось познакомиться с моим мастером, с Арменом Борисовичем Джигарханяном. Мы с ним познакомились, у нас сложились очень теплые дружеские отношения. Он ко мне относился как к внучке и пригласил меня работать в своем театре. Я устроилась к нему в театр. Три года я проработала, была его помощником, помощником режиссера, помощником художественного руководителя. И через три года поняла, что нужно идти куда-то дальше, нужно развиваться. То есть мне уже там был 21 год, 20, да, и я решил вернуться в кино. И опять-таки Армен Борисович полностью меня направил. То есть я такая, хорошо, в кино, а что я буду делать? Надо же чем-то заниматься, какую профессию я выберу для себя. И я не понимала. И Армен Борисович мне сказал, у тебя лучше всего получается разбираться в актерах, вообще в актерской профессии. И слава богу, вот он мой мастер, и все, что я умею, я умею благодаря ему. Все знания, которые у меня сейчас есть, которые касаются профессии, моего дела, это все даже не только, даже в личном плане, мое становление, это все благодаря Армену Борисовичу. И я, конечно же, послушалась его совета и начала делать кастинги в кино. Да, и делала очень долгое время, несколько лет кастинги на действительно очень хороших проектах с очень хорошими, выдающимися даже режиссерами мне удалось поработать. Долгое время я делала кастинги у Анны Меликян. Мы делали какие-то прям совершенно потрясающие проекты, конечно, которые там получали общее признание на наших всероссийских кинофестивалях, были в прокате, там Кинотавр первые места занимали. Мне удалось поработать с Джоном Малковичем как раз вот на проекте у Анны Меликян. Ну и затем я поняла, что в этом плане, в этом развитии я достигла своего потолка, то есть когда ты уже один из лучших кастинг-директоров страны. Что дальше? Я такая, хорошо. Я стала исполнительным продюсером. Тоже как-то так все само собой все сложилось опять-таки. И долгое время мне приходилось сталкиваться с какими-то сложностями, то есть опять-таки гендерное неравенство, да, то есть возраст. На меня все смотрели и говорят, подождите, вы точно продюсер? Ну что вы там нам можете, какие-то большие там продюсеры с каналов мне говорят, ну подождите, ну как вы нам можете сделать? У нас очень сложный намечается сезон проекта. Ну вы не, ну как бы это. Вы знаете, нам нужен какой-то такой матерый мужчина. Я такая, да, ну я смогу. И мне приходилось как-то доказывать, да, пытаться всем донести, что я могу. И я справлялась с какими-то невыполнимыми задачами на самом деле, да, с которыми даже очень матерые продюсеры не все могли бы справиться. И затем я поняла, что я доросла до того, чтобы основать свою кинокомпанию. Что я и сделала. Поначалу снимала какие-то небольшие проекты, и клипы, и короткометражные фильмы, чтобы заявить о себе, о своей кинокомпании. Но сейчас вот уже снимаю полнометражные фильмы. Мой фильм «Убить босса» осенью-зимой будет в кинотеатрах, во всех кинотеатрах страны. Далее прокат, ну прокат по всей стране, далее продажи уже там за границу, на телевидении показы, в интернете показы, на всех платформах. Ну и уже сейчас мы приступили к подготовительному периоду, к следующим большим проектам. Это тоже полнометражные фильмы для широкого проката. Ну это безумно круто, на самом деле. Вот вы рассказали о своем, скажем так, жизненном пути, профессиональном пути. И это на самом деле путь, который ведет вас постепенно с низшей ступеньки к высшей ступеньке. Вот вы сказали о том, что было очень сложно, были большие трудности, и вы справлялись действительно с глобальными задачами. Не было ли такого момента, когда вам хотелось все бросить и вообще вот уйти, и никогда не возвращаться в эту сферу? Были такие моменты, причем очень глобальные, когда вот действительно у меня руки опускались, я все бросала и уезжала на какое-то время, даже выключала телефон и не хотела возвращаться в кино. У меня было вот несколько таких периодов в жизни за все эти годы. И как правило, вот после таких моментов всегда у меня, вот после какого-то кризиса, в моей жизни, не знаю, там как бы у других людей, всегда наступает какой-то, это как бы, ну ты отходишь на пару шагов назад, чтобы выбежать очень резко вперед. И у меня всегда такое случилось. Вот после такого кризиса какой-то взлет у меня всегда происходил. Вот как раз свою кинокомпанию я основала после очередного такого кризиса, когда мне казалось, что как бы, ну что-то, вот что-то не так, что-то нужно менять. И в кино вот как-то меня все не очень, в самом процессе кинопроизводства не очень все устраивает. Есть вопросы и построение вот этого процесса. Ну то есть у меня была какая-то прям даже вот какой-то тупик какое-то время. И после этого, ну подожди, я подумала, а почему я должна идти на поводу у каких-то там продюсеров, да, больших, да, и делать, и снимать кино так, как хотят они, как уже по сути устарело. То есть есть уже какие-то нововведения, да, ну вот сидят какие-то люди, которые учат нас, там, молодых киношников, да, как и что нужно делать. Я подумала, что это неправильно, и пора уже перестать кого-то слушать и открывать свою кинокомпанию. Ну действительно, во львое очень решение, на самом деле. И опять-таки повторюсь, ни связи, ни каких-то там существенных денег у меня ничего не было. Я открыла кинокомпанию, не понимая, откуда я буду брать финансирование на свои проекты. Но как-то вот у меня все получается. Но ведь действительно это очень и очень сложно. То есть основать кинокомпанию, набрать штат сотрудников, делать какие-то большие проекты, когда у тебя нет какого-то фундамента, это ведь очень сложно. Как вот вы преодолели все сложности? Вы решали все проблемы по мере поступления или же, я не знаю, хотя бы какой-то план? Никакого плана у меня не было. То есть все происходило абсолютно сумбурно и хаотично? Абсолютно. У меня всю жизнь все так происходит. Да, основала кинокомпанию, придумала идею вот этого фильма. Мы начали расписывать с нашим автором. Мы вместе все это придумали, начали расписывать. Параллельно я искала финансирование, потому что достаточно высокобюджетное у меня кино. И даже раза два мне приходилось останавливать производство, потому что как бы не все финансируемо мне удалось найти сразу же. Потому что опять-таки, повторюсь, большие суммы были. Но, однако, мы справились. И вот совсем скоро мы выходим в прокат. Мы уже должны были выйти в прокат зимой этого года, но пандемия внесла свои коррективы. Вот если говорить о пандемии, о каких-то непредвиденных обстоятельствах, как опытный продюсер с этим всем борется, как варьирует вообще между этими моментами, объективными причинами? Бороться очень сложно и на самом деле даже невозможно. Потому что, опять-таки, я скажу, что большое количество проектов, очень стоящих проектов, вышло во время пандемии, но они, конечно же, не окупились. Ну, там, ждать по определенным причинам они тоже не могли. Мне тоже сейчас предлагали. Ну, может быть, мы не будем тогда выходить в прокат, а может быть, мы все-таки вот, ну, как бы сделаем премьеру на телевидении, потом на платформы. Но я сказала, что нет. Все-таки мы дождемся каких-то более благоприятных времен, выйдем в прокат, и я вот надеюсь, что так оно и случится. Но ничего с этим нельзя поделать. И у меня есть примеры потрясающих работ, очень хороших фильмов, очень хороших продюсеров и режиссеров, которые, к сожалению, ну, по определенным причинам, вот, как правило, сейчас из-за пандемии, они провалились в прокате. Вот даже в данный момент у нас в прокате по всей стране, здесь, в Черкесске, идет фильм моего ближайшего друга Андрея Богатырева. Это режиссер, очень известный режиссер, который снял уже довольно-таки большое количество фильмов. Он и продюсер, и его фильм «Красный призрак», который сейчас идет в кинотеатре, к сожалению, не собирает, ну, нет тех сборов, на которые мы надеялись. Ну, и особенно Андрей, как автор этого проекта, к сожалению. Опять-таки, потому что сейчас маленькое количество людей ходит в кинотеатр. Вот, и это не потому, что фильм как-то нехорош, нет, фильм потрясающий, чудесный. В таком жанре еще, кстати, никто у нас не снимал фильмы про войну, но, к сожалению, из-за пандемии, вот, у нас так все сложилось. Ну, то есть, есть какие-то обстоятельства, которые, к сожалению, нельзя преодолеть, нужно просто грамотно всем распорядиться. Да, либо переждать, либо все-таки уже выходить и надеяться на чудо. Вот мы переждали, надеемся, что в дальнейшем как-то все уже уладится к осени с пандемией. Ну, мы тоже очень на это надеемся, что в целом все пойдет на спорту, у вас все получится. Вот если сравнивать, скажем так, оффлайн-площадки, такие как кинотеатры, очные показы все и так далее, и онлайн-площадки, такие как онлайн-кинотеатры, телевидение и так далее, где, скажем так, отдача больше? Ну, отдача в финансовом плане или в каком? И в финансовом, и отдача в плане зрительских симпатий. Ну, в первую очередь, почему все-таки все стараются большое кино вывести на широкий экран? Потому что основной поток прибыли как раз он с кинотеатров и идет. И вообще это очень хорошая культура ходить в кино, и я надеюсь, что мы не потеряем эту культуру как раз из-за пандемии. Я надеюсь, что мы не перейдем на какие-то домашние просмотры и не уйдем полностью в какие-то там платформы, сериалы и тому подобное. Потому что это все-таки такое времяпрепровождение, на свидание сходить, с семьей выйти куда-то в люди, сходить в кино. Это же все как бы дело не только в самом фильме, который вы увидите в кинотеатре, а дело в том, что вы проведете какое-то чудесное время, выходной, вечер как-то, отвлечетесь от будничных каких-то своих дел. И я надеюсь, что кинотеатры, они не канут в лету, и надеюсь, что все у нас все-таки восстановится в этом плане. А так, я считаю, что должны иметь место у нас в нашей повседневной жизни и походы в кинотеатры, и уютные вечера дома, на диване, включить просто на какой-то платформе сериал. Ну, все должно быть. Конечно, конечно, безусловно. Ну, вот мы упомянули о том фильме, который у вас предстоит вообще, будет в прокате. Ну, вот давайте поговорим о первой вашей работе. Помните ли вы свою вот первую работу? Что это был за фильм? Возможно, короткометражка, ролик, клип, что это было вообще? Ну, конечно, я расскажу о своем фильме «Вегетарианка», который... Это краткометражный фильм, который по России и даже в Европе получил большое количество наград на всевозможных кинофестивалях. Я люблю особенной любовью этот проект, потому что это первая работа моей кинокомпании. Да, и, собственно, с этого все и началось. И на этом мы, на этом проекте мы как раз работали с моим режиссером, который снял сначала «Вегетарианку», а в дальнейшем вот как раз мы вместе работаем над фильмом «Убить босса», который вот осенью и зимой выйдет в кинотеатрах. И, кстати, «Убить босса» я обязательно привезу, у меня будет премьера здесь в Черкесске, я привезу всех своих актеров, приеду сама, и мы сделаем светскую такую премьеру обязательно в Черкесске. Я думаю, осенью и зимой это будет. Я вас приглашу обязательно. Я буду ждать, на самом деле, это приглашение. Я обязательно посмотрю этот фильм несколько раз, чтобы, скажем так, всецело осознать, что он из себя представляет, и потом, я надеюсь, что мы с вами еще поговорим по поводу этого фильма. Потому что вот развитие кино вообще в рамках нашей республики, мне кажется, это очень важно, потому что вообще кинематограф нашей республики только-только зарождается. И вот хотелось бы у вас уточнить именно этот момент. Как вы считаете, есть ли будущее вообще у кино в Карачаево, Черкесской республике, в таком маленьком субъекте Российской Федерации? Я уверена, что есть кино. Я уверена, что у нас очень большое будущее. И пусть это будет не скромно, но, как сказал наш министр культуры, да, Зураб Замирович, что раз есть у нас такие выходцы из нашей республики, как и Сурад Шаманова, у нас есть будущее нашего кинопроизводства. И почему я, собственно, сейчас оказалась здесь? Большое спасибо как раз министру культуры Зурабу Замировичу за приглашение. У нас здесь в Черкесске проходил Всероссийский молодежный кинофорум. И я была приглашена как эксперт, один из экспертов на этот кинофорум. И у нас прошел питчинг людей, молодых киношников из Черкеска, и со всего Северного Кавказа, и остальных субъектов Российской Федерации. Это такой Всероссийский форум, который проходит по всей стране, и достаточно большое количество городов охватывает. И в каждом городе проведение раздает денежные призы на то, чтобы молодые кинематографисты могли развивать производство в своем регионе и снимать на эти деньги фильмы. Что, собственно, произошло и здесь в Черкесске. То есть было 15 работ, которые мы все, наша экспертная комиссия, отсмотрела. Ну, то есть они нам были представлены все на разных стадиях. Кто-то на стадии написания сценария, кто-то уже даже на постпродакшене. То есть кто-то уже снял, и там человеку не хватает денег, допустим, довести до финала свою работу. И вот все эти проекты, 15 их было, нам были представлены. И мы, вот мои коллеги в экспертной комиссии, мы отбирали лучшие из этих работ, и в итоге раздали денежные награды, плюс еще награды от продюсеров. То есть у нас было несколько продюсеров в этой нашей комиссии, там, вот один из них я. И каждый продюсер, кому приглянулся проект, забрал его себе в разработку. Даже я, мне очень понравился один проект, но, к сожалению, это не выходит из Карачао-Черкесии, а молодой человек из Дагестана. Мне очень понравился его проект, и вот я взяла его в разработку. Но, опять-таки, к чему я все это, почему я вообще сейчас здесь, потому что я очень хочу стоять у истоков развития кинемного производства именно здесь, в Карачао-Черкесской республике. И уже сейчас мы с моими местными коллегами договорились о том, что мы будем здесь нашими общими усилиями снимать полнометражный фильм для широкого проката. Даже так? Даже так, да. И мы уже приступили к написанию сценария. То есть совсем скоро мы приступим к подготовительному периоду, и совсем вот в скором, ближайшем будущем мы приступим к съемочному периоду. А снимать мы 90% фильма будем здесь, в Карачао-Черкесской республике. И таким образом я хочу как-то задать первые шаги нашего направления, развития кинопроизводства здесь, в Карачао-Черкесии. Ну это на самом деле безумно круто, то, что кино в Карачао-Черкесской республике начинает наконец развиваться. Я надеюсь, что будет оно развиваться буквально семимильными шагами. Но вот если мы приоткроем немножечко завесу тайны, про что будет фильм, который будет снят у нас в республике? Ну, конечно, я не могу прям сильно все рассказывать. Ну, естественно. Ну, если так, в двух словах, это о человеке, которому надоела московская светская жизнь, и он решил на какое-то время сбежать в горы. А горы у нас потрясающие. Да, тут есть что снимать, что показывать как раз и не только в России, а вообще по всему миру. Это опять-таки фильм для широкого проката, это не какое-то там, ну, не авторское кино. В дальнейшем у нас есть планы снимать и авторское кино, фестивальное, для очень интеллектуального зрителя, но это в дальнейшем. А вот сейчас первый наш совместный проект мы хотим сделать как раз для широкого проката, чтобы привлечь внимание, как бы, общественности и к нашей республике, и к развитию туризма какого-то, чтобы люди просто видели. Даже сейчас вот я у себя в Инстаграм выкладываю какие-то сторис, там, посты, да, которые делаю здесь у нас, в наших красивых местах, и мне люди постоянно пишут, это где-то у нас в России такая красота. Ну, то есть таким образом я хочу и пиарить, ну, наш край, и чтобы он развивался не только как место, где развивается кино, да, но и в туристическом плане обязательно. Ну, это безумно круто. Ну, я очень часто это говорю, но действительно, все, что вы говорите, и все планы, которые вы строите, это очень и очень, скажем так, грандиозные планы, и в то же время те планы, которые, если будут реализованы и претворены в жизнь так, как вы это задумали, дадут очень сильный толчок, в принципе, развитию этой сферы у нас в республике. Ну, вот говоря о кинофоруме, который прошел, в общем, как вы оцените уровень представленных работ? Вы знаете, я не ожидала даже, что вообще здесь у нас в республике есть молодые начинающие кинематографисты, которые настолько серьезно подходят к выбору своей дальнейшей профессии. Я этого не знала. И для меня это очень большое удивление, конечно, положительное удивление. То есть это прям сюрприз для меня, потому что все ребята, которых я видела, это не какие-то там начинающие, а прям такое ощущение, что уже такие поработавшие кинематографисты. Да, может быть, там не с каким-то большим опытом, но совершенно точно понимающие, какой проект они хотят снимать, как они это хотят делать. Ну и с каким-то прям своим очень интересным художественным видением. Я не была к этому готова, я этого не ожидала. Это прям мое приятное удивление в этом плане. И форум у нас прошел в некоем плане сложно, потому что нам пришлось выбирать из действительно очень хороших проектов, которые нам были представлены, выбирать лучшие. Но я уверена, что немалая часть из всех этих проектов действительно состоится, и как бы мир увидит эти проекты. Вот если говорить о молодых людях, талантах из Карачаева, Черкесской Республики, о наших телезрителях непосредственно, как молодому человеку из Карачаева, Черкесской Республики добиться успеха в вашей сфере деятельности? Что ему нужно делать? Нужно, во-первых, совершенно точно понять, хочет ли он этого. А для того, чтобы понять, хочет ли он этого, нужно поизучать, почитать книги, смотреть интервью, какие-то мастер-классы, лекции, каких-то людей из кинопроизводства. Нужно определить для себя, какая именно профессия ему интересна. И чтобы закрепиться в этом своем мнении, нужно обязательно посетить съемочную площадку. Не просто посетить в качестве гостя, а обязательно сделать все для того, чтобы удалось поработать непосредственно в съемочной группе. Неважно кем. То есть если ты хочешь стать режиссером, допустим, ты не должен думать, что вот я пойду только режиссером, сейчас отучусь и все, приду такой на съемочную площадку командовать. Не стоит так думать, потому что ты можешь прийти на съемочную площадку и понять, что это вообще не твое, что это настолько неинтересно, столько стрессов, все это неоправдано, это не те деньги, ради которых стоит это все терпеть. И ты скажешь, ой, да ну нафиг, я буду заниматься своими делами, как бы не хочу я быть никаким режиссером. И обязательно нужно поработать в съемочной группе, потому что пока ты не поработаешь на разных позициях, ты не поймешь вообще все специфики. Потому что я знаю таких людей, допустим, продюсеров, которые не работали никогда в съемочных группах, и они не имеют представления, как вообще выстраивается работа изнутри. Они не понимают, как выстраивается работа каждого департамента, не понимают, для чего нужны все эти конкретные люди. То есть эти люди, которые работают там продюсерами, всего каких-то обстоятельств нашли финансирование на проекты, и когда какой-то там член съемочной группы объясняет, почему нужно приехать на объект, допустим, не ровно в начало смены, в 8 утра, а за 4 часа художники объясняют, а продюсер не понимает, говорит, а зачем он приезжает за 4 часа? Потому что он не знает, что этим ребятам нужно подготовить объект. То есть нужно заняться там непосредственно декорациями, как-то что-то перенести, что-то принести, что-то убрать, что-то покрасить и так далее. А если ты не работал в съемочном процессе, в самой съемочной группе, ты не понимаешь всех этих нюансов. Поэтому я в любом случае советую сначала поработать в съемочной группе, неважно кем, там, рабочим, администратором постараться устроиться, но чтобы понять всю эту кухню изнутри, и потом уже стараться развиваться дальше. Если точно понравилось, делать все возможное для того, чтобы получать образование и работать в этой сфере. Ну вот говоря об образовании, можно ли в вашей сфере работать без образования или образование обязательно какое-то? Смотря какие профессии. Если мы рассматриваем такие профессии, как, ну, допустим, актерская карьера, да, если вот нам это интересно, и там режиссура, там сценарное искусство, да, операторское искусство, то это совершенно точно, это даже не обсуждается. Нужно образование профильное. Без этого, ну, я не знаю, может быть, конечно, если ты какой-то самородок, и у тебя какой-то вот, ну, дар есть, это тоже имеет место быть. Такое есть. У меня есть большое, ну, достаточно большое количество друзей, которые являются сейчас на данный момент очень популярными актерами, их знает вся страна, но у них нет образования. Но они действительно очень талантливые и органичны. И многое, помимо образования, получаются многие знания как раз из практики. Практика — это вообще самое главное, это важнее даже, чем теория. То есть важно там некоторым профессиям, да, вот, которые перечислили, получить сначала теорию, а потом уже уходить в практику. Это очень важно. А есть профессии, которым теория как раз не очень важна. Вот. И лучше всего именно на практике всему обучаться. Есть такие, ну, допустим, продюсерам, как раз лучше всего обучаться именно на практике. То есть изучать работу каждого департамента в отдельности, да. И если у тебя есть какая-то жилка, и ты видишь вообще процесс весь изнутри, то ты сможешь развиваться в этом. То есть на самом деле это возможно. Да. В принципе, если есть желание, некий талант. Да. И упорство, наверное. Да, упорство, да, тоже. Ну вот, Айсурат, хотелось бы отметить, что у нас в рамках нашей телепередачи есть такая своеобразная, интересная традиция. Каждый наш гость в конце нашего диалога делает свои определенные пожелания нашим дорогим телезрителям. Что бы вы им хотели пожелать? По поводу пожеланий, наверное, я бы вам хотела всем пожелать, чтобы вы были, во-первых, чтобы вы понимали, чего вы хотите от жизни, чтобы вы были очень целеустремленными, и несмотря ни на какие там невзгоды, шли к своей цели. Вы всегда дойдете до нее. Вот это самое главное. Спасибо вам большое. Но я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях была Айсурат Шаманова, генеральный продюсер кинокомпании «Ника». Спасибо вам. Вам большое спасибо.